Глава одиннадцатая. Глубокое возмущение. Часть первая. Все произошло слишком быстро. Только что я была без ума от счастья, ведь меня окружали мои друзья, и никто больше не хотел меня съесть или проткнуть деревянным копытом. Теперь же гудящая винтокрылая машина уносила меня в неизвестном направлении, одну, запертую в клетке, под присмотром двух вооруженных пегасов. Сейчас я была безоружна и беззащитна. Старший из конвоиров, подстрелянная мной чернобровая пегаска с темно-вишневыми глазами, получала истинное удовольствие от того, что тыкала меня в бок коротким десантным автоматом, прикрепленным к ее поясному ремню. Под его дулом мне пришлось раздеваться догола прямо во взлетающем конвертоплане, а затем глядеть на то, как все мои вещи небрежно выворачивают, вытряхивая в зеленый ящик ценности, а затем запихивают их своими грязными копытами внутрь того же ящика. Коренастая кобыла с квадратным подбородком не оставила мне даже заколки для гривы, поэтому ветер, продувавший салон насквозь, мгновенно растрепал мою прическу, и теперь непослушные пряди лезли прямо в глаза. Оценив результаты своих трудов, пегаска гаденько ухмыльнулась и продолжила досмотр тщательным прощупыванием моего хвоста на предмет наличия в нем инородных тел. Все это время ее коллега, жеребец персиковой масти, молча наблюдал за происходящим и напрягся лишь тогда, когда кобыла попыталась открутить мой пип-бак вместе с ногой. Обхватив устройство обоими копытами, она тянула его на себя до тех пор, пока я с полными слез глазами не заорала на весь салон. От моего крика даже внешне невозмутимый полковник Эйсбергер повернул голову в нашу сторону. «Достаточно, Блейз», — отчеканил он. «Вы снимите его на базе, при помощи подходящего инструмента». «Интересно, это у него сочувствие такое? Или просто следование приказу доставить мне в целости сохранности?» Блейз Фьюри, чье полное имя было вышито над нагрудным карманом громоздкого черного бронежилета, закатило глаза и недовольно фыркнуло, но все же отпустило мою ногу. Однако ее желание отыграться за бокореженный шлем никуда не делось. Я почувствовал сильный тычок под ребра и, потеряв равновесие, больно ушиблась локтем. Упс, турбулентность. Зло процедило кобыла, глядя на меня сверху вниз. На мгновение я даже пожалела, что тогда, в ущелье, моя пуля не смогла прошить иголому насквозь. Унизительный обыск был завершен, но легче мне от этого не стало. Видя то, как конвоиры запирают железный ящик с моими вещами на замок, я поняла, что до конца этой поездки осталось без теплой одежды. Однако стоило мне взобраться на короткую откидную койку, обитую дермантином, и свернуться на ней калачиком, чтобы хоть как-то согреться, как со стороны безымянного напарника Блейз прилетело серо-коричневое шерстяное одеяло необъятных размеров. Но хоть что-то. Поплотнее укутавшись в этот неожиданный подарок, я мгновенно уснула. Из сна меня вырвал резкий толчок, от которого в пространстве между сердцем и желудком образовалась очень неприятная пустота. Затем по холодному металлу, в который упирался мой затылок, прошла нарастающая вибрация. Я открыла глаза и уставилась в зеленую подсветку приборной панели, что виднелось в просвете между креслами пилотской кабины. Сейчас это был единственный маломальски яркий источник света во всем конвертоплане. Зеленые круги индикаторов прыгали перед глазами каждый раз, когда летательный аппарат трясло на очередном воздушном ухабе. Я точно знала, что где-то посредине приборной панели должен располагаться циферблат стрелочных часов, но с моего места его видно не было. Сколько же времени прошло с того момента, как я отрубился? Сейчас я не могла найти ответа на этот вроде бы простой вопрос. Раньше мне и в голову не приходило, насколько сильно моя жизнь зависела от тех четырех цифр, что непрерывно горели в правом верхнем углу пипбака. Лишевшись этого устройства, я совсем потерялась во времени и уже не могла сказать точно, лежала ли я в забытии всего 20 минут или же целых полтора часа. В отличие от джестера, мои внутренние биологические часы были развиты крайне слабо. Так или иначе, физическая усталость никуда не делась. Все тело ломило так, словно меня весь день пинали ногами, предварительно завернув мешок из-под гнилой картошки. Последнее угадывалось по запаху. Интересно, добровольно сдавшимся пленникам полагается душ, перед отправкой за решетку. А еще мне страшно затекла шея, но чтобы ее размять, сперва мне нужно было хотя бы выпрямиться. Откинув одеяло в сторону, я слезла с койки и подошла к ближайшему иллюминатору. Удивительно. Но мои провожатые никак не отреагировали на мои передвижения по салону. Видимо, после обыска стало ясно, что ожидать от меня сюрпризов им не придется. Блэй сидела на боковой лавке и с безразличным видом пялилась в потолок, а ее напарник так и вовсе спал, прислонившись шлемом к клепаной стене. Не воспользоваться таким неожиданным послаблением было глупо. Кабина, в которой сидели пилот и полковник Эйсбергер, была отгорожена от салона решеткой. Я взобралась прямо на ящик с конфискованными вещами и, просунув нос между холодными прутями, стала жадно изучать глазами многочисленные кнопки, индикаторы и рычаги. В отличие от небесного бандита, недалеко ушедшего от воздушных колесниц прошлого и от облачного разбойника, принцип работы которого по-прежнему являлся для меня загадкой, здесь пилот сидел за массивным штурвалом и управлял конвертопланом при помощи передних и задних конечностей и, что важно, без какой-либо помощи крыльев. По идее, с такой машиной мог бы справиться и единорог и земнопони. Видимо, она и разрабатывалась как универсальный армейский транспорт. Время от времени летчик щелкал переключателями и сообщал вслух какие-то технические детали, но полковник в ответ лишь молча кивал, а за все время, что я наблюдал за ним после своего пробуждения, Эйсбергер не произнес ни слова. Через несколько минут мы влетели в пургу и видимость в иллюминаторах сократилась почти до нуля, но я все равно напряженно вглядывал в снежное молоко прямо по курсу, селись разглядеть цель нашего полета. «Приближаемся к критической высоте!» В очередной раз отчитался пилот. «Достижение потолка через три минуты!» «Хорошо». Полковник впервые подал голос. «Передайте запрос на швартовку». «Передаю». Несколько секунд я слышала, как пилот по рации обменивался с кем-то данными. Затем он произнес. «Дано разрешение на швартовку! Каденция начинает снижение!» «Отлично!» «Каденция?» «Снижение?» «Я думала, мы летим на какую-то базу!» Любопытство взяло верх над страхом и усталостью, и я прилипла носом к ближайшему эллиминатору. «Вы смотрите не туда, мисс Даск!» Эйсбергер обратился ко мне, перекрикивая шум двигателя, и отдернулась от неожиданности. «Она по правому борту!» Я обернулась и ахнула. Из снежной пурги нам навстречу двигалось гигантское черное облако, по бокам которого попеременно вспыхивали яркие молнии. Лишь пристально вглядевшись в темную массу излишней правильной формы, я поняла, что это не погодное явление, а воздушный корабль невероятных размеров. Мерцая аэронавигационными огнями, он медленно спускался сверху, со стороны облачного занавеса, и длинный луч его прожектора методично прощупывал окружающее пространство, пока не замер на нашем конвертоплане. Мгновение, и стекло иллюминатора превратилось в белый диск, на поверхности которого проявились все пятны и царапины, полученные за время многочисленных вылетов. Мне пришлось зажмуриться от слепящего света. Когда же я проморгалась, черная громада успела оформиться в рифленый баллон, к нижней части которого была подвешена вытянутая гондола с каплевидным расширением в районе капитанского мостика. Каденция оказалась дирижаблем. Уткнувшись носом в холодное стекло, я наблюдал за тем, как исполинская махина лениво разворачивалась к нам своим правым бортом. Поначалу своей формой она напоминала обычный мяч для хуфбола, но это впечатление оказалось обманчивым. За каких-то полторы минуты каденция совершенно преобразилась. Ее длина увеличилась раза в три, а очертания заметно усложнились. Теперь на фоне сигарообразного корпуса я различала и полусферические колпаки пулеметных башен, и антенной связи, и трапециевидные детали хвостового оперения. А из самой верхней точки баллона выпирала надстройка открытой смотровой площадки, над которой реял прямоугольный флаг. Выполнив разворот, дирижабль застыл на месте. Воздух задрожал от протяжного рева палубной сирены, и по всему периметру гондолы зажглись мощные спарклампы. Каденция встречала долгожданных гостей яркой иллюминацией. — Причал номер шесть подготовлен. Невыразительный протокольный голос пилота ну никак не ввязался с тем чувством тревоги и восхищения, которое хватило меня при виде гигантского дирижабля. Теперь, когда конвертоплан огибал каденцию по дуге, я видел ее корпус практически в профиль. И хотя дирижабль стоял на месте, мне казалось, что именно он своей огромной массой наплывал на нас, а не наоборот. Создавалось впечатление, что его оболочка так и не будет увеличиваться до бесконечности. Истрепанная непогодой и изрядно полинявшая, в некоторых местах она еще сохранила свой розовый цвет, но в целом ткань выглядела бессветной, и даже огромное кристальное сердце, некогда украшавшее центральную часть баллона, едва проступало сквозь грязно-серые потеки. Ведь в пустошах нет места ярким краскам. Или есть? Я вспомнила ярко-желтый вагончик Джестер, а потом и саму его хозяйку, пусть и монохромную, но с яркими зелеными глазами и не менее ярким характером. Интересно, где она сейчас? Ищет ли меня? Но даже если серая пони вышла из игры, у меня не было причин думать о ней плохо. Джестер и так постоянно вытаскивал меня за шиворот и всяких передряг. Впечатляет, мисс Даск? Прервал мои невеселые размышления полковник Эйсбрехер. Я не сразу поняла, что он имел в виду дирижабль. Перед вами корабль ее высочества принцесса Каденция. Некогда гордость королевского воздушного флота. Можно сказать, живая легенда! Продолжил он. Похоже, полковник решил взять на себя роль радушного хозяина и было бы очень невежливым оставить его старания без ответа. Кроме того, голосом ли, манерами или же всем вместе взятым Эйсбрехер располагал к себе. А что ж, посмотрим, чего тут стоит такая гостеприимность. И чем же он знаменит? Поинтересовалась я, не отрывая взгляда от многоярусной гондолы, на фоне которой туда-сюда сновали маленькие крылатые фигурки. Это один из тех немногих дирижаблей, что способны подниматься на высоту, недоступную для самолетов. В теории, он может нести бомбовую нагрузку, достаточную для того, чтобы уничтожить целый город. Впрочем, каденция никогда не использовалась для бомбежки. В времена правления принцесс она была пассажирским лайнером, а затем санитарным транспортом Министерства мира. Ну а сейчас, сами понимаете, она верой и правдой служит великому анклаву Пегасов. Времена правления принцесс? Затаив дыхание, я смотрела, как оболочка старинного дирижабля надвигалась на нас, закрывая собой все небо. Если подумать, внутри каденции могло бы уместиться все наше стойло. Ну, правда, без библиотеки. Похоже, что эта громадина находилась в строю лишь благодаря слаженной работе обслуживающего персонала. Прямо сейчас я видела, как команда техников в утепленных спецовках копошилась возле одного из двигателей дирижабля. Обвешанные с ног до головы инструментами Пегасы копались с его внутри и время от времени подавали друг другу знаки копытами. Впрочем, следы перманентного ремонта корабля и ее высочества наблюдались везде. Я видела алюминиевые листы, грубо приклепанные и приваренные к поверхности гондолы, а также многочисленные прямоугольные заплаты, покрывающие оболочку каденции в тех местах, где ткань прохудилась. В отличие от прежних владельцев дирижабля, Пегасы меньше всего заботились о его внешнем виде. Прежде всего, их интересовала ударная мощь. И таковая обнаружилась в хостовой части гондолы. Несколько винтокрылых аппаратов, подобных нашему, уже были пришвартованы к специальным посадочным платформам, другие машины были надежно закреплены тросами и предусмотрительно завернуты в брезент. Нас же ждал пустующий причал номер 6, возле которого уже выстроилась целая процессия в знакомых зеркальных головных уборах. Все-таки, до чего же военная форма обезличивает? — подумала я, глядя на сонную фьюри, тянувшуюся за точно таким же сферическим шлемом. Зуммер выдал противную трель, и под потолком зажглась изумрудно-зеленая лампочка. Конвертоплан пришвартовался. Шум работающих винтов перекрывал все остальные звуки. Персиковый Пегас открыл решетчатую дверь в хвосте салона, откинул припорошенный снегом брезентовый тент и спрыгнул на причал, пригибаясь под потоком воздуха. В этот самый момент Блэйс Фьюри материализовалась за моей спиной. Холодное железо неприятно уперлось вбок, и передние копыты как-то сами двинулись по направлению к выходу. Причал оказался очень скользким, и мои передние ноги разъехались в разные стороны. Наверное, я так бы и уперлась носом в железный настил, если бы не зубы Фьюри, крепко вцепившиеся мне в холку. — Вставай! — рыкнула она мне в ухо и силой дернула вверх. — Эйсбергер уже успел выбраться из конвертоплана и стоял рядом с каким-то офицером в серой шинели и нелепого вида высокой фуражки. Сейчас полковник смотрел прямо на нас. — Сержант Фьюри, вы должны вернуться на борт и составить полную опись вещей задержанной, — сказал Эйсбергер, направляясь в нашу сторону. — Так точно, господин полковник. С заметной неохотой выдавила Блейз и на прощание хлестнула мне своим длинным черным хвостом. — Еще встретимся, Дашетка! — прошептала она, забираясь обратно в конвертоплан, и я впервые за долгое время вздохнул с облегчением. — Дашетка! Что бы это могло значить? Статус? Ругательство? — Я поняла, что совершенно не разбираюсь в местных реалиях. Полковник Эйсбергер подозвал ко мне одного из солдат, и тот обвязал мои крылья широким пластиковым хомутом. Неужели пегасы думали, что в таком состоянии, на такой высоте я смогу от них сбежать? Впрочем, глядя на стволы лазерных винтовок, направленные в мою сторону, я решила, что мои конвоиры не исключили и такую возможность. Поймав мой растерянный взгляд, полковник пояснил. — Обычная процедура безопасности, мисс Даск. Смею заверить. Как только вас доставят в камеру, фиксатор снимут. Идемте, а то простудитесь. Он был совершенно прав. Шерстяное одеяло осталось лежать на койке внутри конвертоплана, и я, обдуваемая всеми ветрами, смотрела прямо перед собой на заиндививший прямоугольники окон гондолы, из которых лился теплый желтый свет. — Бррррр! Здесь было чертовски холодно! Нагибая посадочную площадку, мы направились к хвостовой части гондолы. Полковник шел рядом со мной, а с трех сторон нас окружали пегасы из конвоя. Все, как на подбор, высокие и крепкие. Мне не нужно было даже оборачиваться. Я точно знала, что эти немногословные ребята держат меня на мушке. И все-таки само присутствие Эйсбрехера среди моих провожатых немного успокаивало. — Что теперь со мной будет, полковник? — спросил я обреченным голосом. — С вами? Эйсбрехер задумался. — Знаете, мисс Деск, а ведь вы можете гордиться. Этот воздушный корабль вызвали сюда исключительно ради вас. — Он же и доставит вас на военную базу Эквестрия-8, где вы поступите в распоряжение Эмеральд Грин. — В распоряжение? — Ой, вот теперь мне стало по-настоящему страшно. — По-по-по-полковнике, я же обычная пони из пустоши. Зачем я понадобилась вам? Зачем я понадобилась ей? Грин, она же получила все. Я же отдала ей тот конверт. Что вам еще от меня нужно? Полковник резко остановился и посмотрел мне прямо в глаза. Да так, что накатившая была истерика, мигом сошла на нет. — В данный момент вы находитесь на корабле вооруженных сил великого анклава Пегасов. Это все, что вам нужно знать сейчас. Прошу вас. С этими словами Эйсбрехер проложил какую-то карточку к считывающему устройству на двери и сделал приглашающий жест копытам. Мы оказались в странном помещении, освещенном одинокой красной лампой. Глядя на закрытую внутреннюю дверь и большой стрелочный циферблат на стене, я догадалась, что это герметичная шлюзовая камера. Судя по всему, она использовалась для выхода на открытую палубу в условиях пониженного атмосферного давления, то есть на той высоте, где самолетные двигатели глохли от недостатка кислорода, а Пегасам приходилось надевать специальные кислородные маски. Однако сейчас стрелка прибора находилась практически на нуле. Как только один из конвоиров задраил наружную дверь, тревожная лампа погасла, и в противоположном конце шлюза загорелась разрешающая табличка с надписью «Давление в норме». Сразу после этого открылась дверь, которая вела во внутреннее помещение каденции. Мы вошли в светлый просторный зал, который простирался от одного борта гондола до другого, и в нос мгновенно ударил знакомый химический запах. Он исходил от серых прямоугольных ящиков, что выселились в центре помещения и соединялись между собой проводами. Аккумуляторный отсек. Догадалась я, прежде чем наш конвой свернул в боковой коридор. Лабиринт технических помещений закончился высокой овальной дверью с надписью «Гауптвахта». Один из конвоиров отодвинул запорный штурвал и встал на караул. Насколько я могла видеть с порога, все камеры на «Гауптвахте» пустовали. Значит, моим врагам не удалось поймать ни джестер, ни свити-бот. Это радовало. Огорчало лишь то, что на всей громадной каденции не нашлось ни одного провинившегося перед начальством солдата или матроса. Вот так, Дода. Никаких тебе задушевных разговоров и новостей из-за облаков. Только холодное одиночество тюремной камеры на весь остаток поездки. Меня посадили в первую попавшуюся клетку, предварительно сняв с крыльев тугой пластиковый фиксатор. Полковник сдержал слово. Решетчатая дверь захлопнулась, и конвоир с лязгом запер замок на два оборота ключа. Когда мои стражи уже собирались покинуть гауптвахту, полковник Эйсбергер вдруг наклонился к самой решетке. — Мисс Деск, не откажите старику. Составьте мне сегодня компанию. Я пришлю за вами. Затем он отвесил короткий поклон, давая понять, что разговор окончен, и удалился вместе с вооруженной охраной. Так я стала заключенной. И к этому новому статусу еще только предстояло привыкнуть. Стоя спиной к решетке, я осматривала свои новые... владения. Хотя сказать по правде, здесь и смотреть было не на что. Помимо железной кровати, накрепко привенченной к полу, до зарешеченного иллюминатора, расположенного под самым потолком, я не нашла ничего более примечательного, чем длинное ругательство, старательно выцарапанное на железной стенке кем-то из моих предшественников. Наверное, в обычном состоянии я бы улыбнулась, увидев эти, в общем-то, остроумные строчки. Но сейчас моя голова пухла, раскалывалась, шла кругом, и на каждое резкое движение отзывалась ноющей болью. Впервые за все время я чувствовал не только физическое истощение, но и принципиальное нежелание мозга обработать всю ту противоречивую информацию, что обрушилась на меня за вечер. В голове рылись бесконечные вопросы, на которые у меня не было и не могло быть ответов. Где мои друзья? Что меня ждет? Как я вообще дошла до жизни такой? И почему в моей камере настолько холодно? Несмотря на то, что корпус гондолы сохранял свою герметичность, воздух в помещении был, прямо скажем, бодрящим. Создавалось впечатление, что трубы отопительной системы проложили в обход гауптвахты, исключительно в воспитательных целях. Ой, мне нужно было успокоиться, собраться с мыслями. И как ни странно, выстуженное помещение гауптвахты способствовало этому желанию. Чтобы не превратиться в ледышку, я стала активно нарезать круги по камере и поняла, что это здорово помогает сосредоточиться. Полковник Эйсбрехер назначил мне встречу. А это значит, что во всей этой истории он преследует какие-то свои интересы. Сейчас моя задача предстать перед ним в лучшем свете. Если пегасы посчитали меня опытным бойцом, а они посчитали, раз предпринимают в моем отношении такие меры безопасности, то я всеми силами буду поддерживать эту легенду, хотя бы для того, чтобы солдаты Грин больше не охотились за моими друзьями. Мысли вертились по кругу, под стать моим собственным шагам. На очередном круге я заметил, что картина за иллюминатором заметно изменилась. Каденция вышла из пурги и теперь поднималась к облачному занавесу, хорошо различимому с этой высоты. Забравшись на кровать, я встал на задние ноги и заглянула в иллюминатор. Клубящиеся облака непрестанно двигались, словно неведомая сила перемешивала их огромной ложкой. Они неслись друг на друга с умопомрачительной скоростью, сталкиваясь и растекаясь в стороны. Время от времени в толще облаков бесшумно вспыхивали яркие зорницы. Глядя на то, как приближался черный облачный потолок, я испытывала необъяснимую тревогу и беспокойство. Меня словно распирало изнутри предчувствие чего-то необратимого, ощущение надвигающейся стихии, способной поглотить и смять меня, как одну из тех бесчисленных снежинок, что белели на фоне легендарного облачного занавеса, навсегда отградившего поверхность от солнца. Лязг запорного штурвала оповестил меня о том, что в помещение кто-то вошел. Я резко обернулась, ожидая увидеть полковника, но вместо него в дверном проеме стоял совершенно незнакомый Пегас. Отперев камеру, он поставил передо мной небольшой тазик с горячей водой и рядом с ним положил полотенце с куском мыла наверху. Затем, оглядев мне с ног до головы, Пегас сообщил, что у меня на все про все 15 минут. Оставшись наедине, я отложила мыло в сторону и, развернув так называемое полотенце, поняла, что это не полотенце вовсе, а арестантская роба. Бежевый комбинезон с черной трафаретной надписью 6-11 на спине был начисто лишен каких-либо металлических деталей, вроде молнии и заклепок. Отсутствовали на нем ремешки, длинные матерчатые веревки и даже карманы, которые давно отпороли за ненадобностью. Действительно, зачем пленникам карманы, если мне полагается даже собственной зубной щетки? Признаться, я не сразу сообразила, как этот комбинезон вообще может держаться на пони. Пришлось вертеть его так и сяк, пока не выяснилось, что роль пуговицы выполняли узкие деревянные колобашки, редком расположившиеся на месте бывшей молнии. Хм, да. Несколько минут мучительной работы зубами и копытами мне был обеспечен. Я отложила комбинезон в сторону и стала приводить себя в порядок. Тазик с теплой водой, крошечный кусок мыла и неизбыточная мечта расчески — вот и все, что у меня было для того, чтобы вернуть своей внешности хоть какое-то подобие чистоты и аккуратности. В темном стекле пипбака я видела смутные очертания какого-то взъерошного существа, явно не имевшего ко мне никакого отношения, но тем не менее я не собиралась разочаровать полковника и терла свое лицо до тех пор, пока вода в тазу не стала черной. Затем, за неимением полотенца, я вытерлась рукавом комбинезона и, проклиная все на свете, стала одеваться. Меня вновь вели по коридорам и палубам огромного дирижабля, но на этот раз я не заглядывалась на технические красоты, то и дело встречавшиеся на пути. Сейчас меня полностью занимала одна единственная вещь. Давящий потолок из-за сини-черных облаков за бортом. Я видела его в каждом иллюминаторе и на множестве отражающих поверхностей вроде хромированных поручней и стекол манометров. Даже яркие спарк-лампы, что горели в некоторых помещениях, не спасали от ощущения надвигающейся катастрофы. Мне казалось, что еще немного и темная субстанция потечет снаружи, обволакивая все удушливым, густым туманом или достигнув поверхности занавеса, оболочка каденции лопнет и вместе с гондолами все полетим прямо в Тартар. Снаружи раздался низкий рев сирены, сотрясший все сочленения воздушного корабля. Если бы не пластиковый хомут, в который я была вновь упакована, то инстинкты заставили бы меня лететь прочь как можно дальше от этого ужасного места. Но я лишь зацепилась одной ногой за другую и шлепнулась на пол. Пока конвоиры пытались привести меня в чувство, каденция прекратила движение вперед. Подобно гигантскому лифту, рассчитанному не на одну сотню пассажиров, она начала подниматься практически вертикально. И будучи одним из этих пассажиров, я сидел на полу и пялилась в одну точку, на овал коридорного иллюминатора, который темнел прямо на глазах. Вот, уже первые обрывки облаков проплыли мимо, и буквально через минуту иллюминатор заволокло туманом, да таким густым, что я вряд ли смогла бы разглядеть собственное копыто, сумея высунуть его наружу. Бесшумная зорница сверкнула где-то совсем недалеко, осветив коридор рассеянным белым светом, и я почувствовал резкий неприятный запах, похожий на запах пыли или перегретых проводов. Так пахло озоном у нас в генераторной. Этот самый озон время от времени накачивали вентиляцию, ссылаясь на то, что он якобы полезен для здоровья. Не знаю, как других, а меня всегда до нельзя раздражал этот запах, ведь он напоминал о паленой проводке. Кошмаре для любого электрика. За спиной раздался низкий ракочащий звук, услышав который я инстинктивно вжал из ближайшего ко мне пегаса. Похожий в начале на треск рвущейся материи, он разрастался до тех пор, пока не превратился в рахскатистый грохот, от которого завибрировали стены. Я в ужасе закрыла глаза, предпочитая не видеть, как гондолы вокруг меня будут разваливаться на части. А когда открыла их вновь, ужасной черной завесы за стеклом уже не было. Толща облачного одеяла постепенно светлела, пока в какой-то момент не сменилось на чистое синее полотно, абсолютно ровное, без единого пятна или лишней складки. Кошмар остался позади, и из моей груди вырвался вздох облегчения. Наверное, так чувствовали себя матросы-подводники, всплывая из морских пучин на поверхность. Наконец конвоиры привели меня в чувство. После утомительного подъема по узкой лестнице я оказалась в носовой части гондолы, прямо на капитанском мостике Каденции, что балконом выступал из стены двухэтажного зала с огромными смотровыми окнами от пола до потолка. Как ни странно, мостик пустовал. Покрутив головой в разные стороны, я не нашла ни капитана-дирижабля, ни даже вахтенного матроса. Все пегасы расположились на первом этаже. Они сновали туда-сюда, торопливо переключили кнопки, рычаги на корабельном оборудовании. Другие замерли на своих рабочих местах, прослушивая радиоэфир или уставившись в квадратные экранчики с непонятными графиками и диаграммами. Похоже, что управление дирижаблем велось именно оттуда, а площадка капитанского мостика давно не использовалась. Тем не менее, именно эта часть помещения представляла для мне наибольший интерес, ведь мостик был тем немногим, что оставалось от прежней каденции. Если внизу располагались серые шкафы с бекелитовыми переключателями, многочисленные кнопочные панели, подсвеченные желтым светом спаркламп, и совершенно утилитарной по своему внешнему виду пострадиолокации с круглым монитором слежения, то я прямо перед собой я видела лакированный корабельный штурвал с латунными деталями, горловины начищенных до блеска переговорных труб и резной ящик красного дерева, из которого вырастали рычаги машинного телеграфа. Неоправданная роскошь для грубых и рациональных военных вы не находите? Я словно оказалась в музее, посвященном истории Королевского воздушного флота. Для полноты картины не хватало лишь таблички с надписью «Копытами не трогать», повешенной прямо на штурвале, а рядом сердитый пожилой пони, которая бы следила за неукоснительным выполнением этого предписания. Каково же было мое удивление, когда музейный экспонат ожил. Прямо на моих глазах крайние рычаги машинного телеграфа со звоном переместились на позицию полный ход, а старинный штурвал повернулся вправо. Вспыхнула огромная вакуумная лампа, озарившая все убранство мостика холодным зеленым светом. В своем стойле я привыкла к автоматизированной технике, но само зрелище штурвала, который без всякой помощи рулевого вращался туда-сюда, навевало жуть, воскрешая в памяти истории о загадочных кораблях-призраках. И если подумать, дирижабль, который был заложен еще во времена правления принцесс, вполне годился для такой роли. Чтобы отвлечься от этих мыслей, я перевела взгляд на огромное смотровое окно и, наконец, поняла, почему конвоирам было приказано доставить меня именно сюда, на старый капитанский мостик. То, что я видела через наклонные стеклянные панели, захватывало дух. Медленно и величественно каденция проплывала мимо высоких башен, чьи очертания терялись серой дымки. Изящные ажурные конструкции внешне ничем не отличались друг от друга. Вырастая прямо из облаков, они создавали ощущение бесконечного колонного зала, под самым потолком которого словно рубины вспыхивали и гасли красные огни. Неужели я вижу дома пегасов? Окутанные янтарным сиянием башни в полной мере напоминали ту утопическую архитектуру, которую описывали довоенные фантасты, наперебой предлагавшие своим читателям различные варианты счастливого будущего для всех пони. Получалось, что выбрав изоляцию от поверхности, граждане Анклава шагнули в это желанное будущее. Или нет? Завораживает? Я дернулась от неожиданности. Сзади стоял полковник Эйсберхер, и алые всполохи света отражались на его лице, моего конвоя рядом уже не было. Полковник был при параде. В выглаженной темно-синей авиационной форме с белым воротником он вовсе не выглядел тем брутальным воякой, каким я увидел его в первый раз. Сейчас передо мной стоял настоящий офицер с армейской выправкой и безупречными манерами. Я поймала себя на том, что неприлично долго разглядываю своего визави и отвела взгляд обратно к смотровым окнам. Пойдемте подышим свежим воздухом. Только оденьтесь, там холодно. С этими словами полковник протянул мне тяжелую шерстяную шинель, оторученную пушистым мехом какого-то полосатого животного, в который я утонул, словно в одеяле. Судя по знакам различия, шинель принадлежала самому полковнику. Эйсбрехер провел меня к лифту, доступ к которому осуществлялся только с капитанского мостика и перевел рычаг на позицию 1. Кабина тронулась сверх. Лифт шел в специальной шахте, которая пронизывала дирижабль насквозь. Насколько мне было известно, за герметичными стенами шахты находились воздушные баллонеты, предназначенные для регулировки высоты полета дирижабля и кубометра летучего газа, вероятно, очень горючего. От такого опасного соседства сразу стало неуютно. Двери лифта распахнулись, и мы с полковником оказались на той самой обзорной площадке, которую я видел еще из окон конвертоплана. Ну, точно. Прямо над нами на высокой мачте развивался серо-золотой прямоугольный флаг с анклавовской символикой. Большая буква Е, круг из звезд, крылья и какая-то витиеватая надпись на староэквестрийском языке. «Магна Пегасус Энклав», подсказал полковник, увидев мою заинтересованность. «А, всего-то». Я надеялась услышать какой-нибудь древний девиз или мудрое изречение. «Как ваше самочувствие? Голова не болит?» Вдруг поинтересовался полковник. «Кружится немного, и дышать тяжело». Действительно, во время подъема на лифте я почувствовал себя неважно. «У вас кислородное голодание, мисс Даск. Полагаю, вы впервые оказались на такой большой высоте». Я кивнула. «Это скоро пройдет», уверил меня Эйсбрихер. «Насколько я знаю, Пегасы не подвержены хронической форме высотной болезни. Просто дышите глубже». Туман, колбившийся над поверхностью облачного занавеса, стал на сорт густым, что его казалось можно было пить большими глотками. Упершись в ограждение смотровой площадки, я вдыхала влажный морозный воздух и любовалась снежными бисеринками на кителе полковника. Эйсбрихер молчал. Его взгляд был устремлен куда-то за туманное марево. Я никак не могла решиться начать разговор, спросить полковника о главном. Зачем он вообще меня вызвал сюда? И какое ему дело до пони, которые очень скоро будут судить по всей строгости законов небесного государства? По моим ощущениям, каденция продолжала свой подъем. Это было очень странным. Ведь мы уже пересекли границу анклава, куда уже выше. Время от времени площадку утюжили порывы ветра, настолько сильные, что металлические поручни, венчавшие невысокую, но основательную ограду площадки, вовсе не выглядели излишеством. Впрочем, через минуту я забыла и о ветре, и о холоде, потому что дирижабль вынырнул из тумана, и моим глазам открылась картина, которая даже и представить себе не могла. Никогда в жизни мне в голову не пришла бы идея, что облачный занавес на самом деле не один. Облачных занавесов оказалось два. Если вы когда-нибудь ремонтировали старый пружинный матрас, то легко представить о себе то, что я увидела. Подобно пружинам внутри матраса, верхнее небо занавеса соединялось с нижним теми самыми ажурными металлоконструкциями, которые в тумане я приняла за жилые строения. Теперь же их промышленное назначение было очевидно. И не имело ни малейшего понятия, как именно такие тяжелые железные башни крепились к облакам, а главное зачем. Но сама дерзость этого решения вызывала восхищение. Но, пожалуй, не меньшее восхищение у меня вызывала воздушная прослойка занавеса, кристально чистая синяя пустота, которая простиралась во все стороны. И насколько хватало глаз, в воздухе между верхним и нижним небом тянулась сеть из белых огоньков, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Время от времени с какой-нибудь из вертикальных башен прилетал тонкий белый луч. Он ударялся в один из таких огоньков и от него разбегался по соседним, от тех до следующих и так далее, пока мириады лучей не скрывались за горизонтом. Все это создавало ощущение ажурной нервной сети. По крайней мере, я читала, что похожим образом нейроны передают сигналы по своим аксонам и синапсам. Само собой, никогда раньше я не видел ничего настолько масштабного и одновременно завораживающего своей холодной математической красотой, которая особенно ярко ощущалась на фоне темных облачных пластов у меня над головой и снизу, далеко под ногами. Но вот очередной импульс произвел что-то странное. Разбегаясь по бескрайнему полю огоньков, лучи выкрасили значительный кусок сетки прямо над нами в ярко-алый цвет. Глядя на меня, полковник не мог сдержать улыбки. Я сам с замиранием сердца любуюсь каждый раз, когда каденция проходит через минное поле. Восхитительной красоты зрелища вы не находите. — Минное поле? Вы хотите сказать, что у тебя красивые огни? Я запнулась. — Да-да, мисс Даск. Полковник усмехнулся уголком рта. — Великое минное поле, что тянется на десятки километров, призванное защитить анклав от заразы с поверхности и предотвратить дезертирство пегасов на поверхность. — Дезертирство? — переспросила я, пробуя на язык слова, сошедшее с агитационных листовок. — А что, были случаи? — Наивно полагать, что даже в таком благоустроенном государстве, как наше, все вам всем нравится. Вы же не смогли усидеть в своем уютном и безопасном стоиле, не так ли, мисс Даск? Полковник выдержал паузу. А между тем, для таких, как вы, у нас есть понятие Дашит. Так называют предатели, изменников Родины. И таким пони уже нет обратной дороги в анклав. Вопреки своим ожиданиям, я не услышала в голосе Эйсбрихера ни презрения, ни осуждения. Только усталость. Но обычно их просто объявляют пропавшими без вести. Продолжил он. Принято считать, что Пегас, который попадает за пределы занавеса, очень быстро погибает от ядов и радиации, либо становится жертвой ужасных монстров, живущих на поверхности. Какая чудовищная ложь. Меня прямо перекосило от цинизма идеи взрывать собственных собратьев. Но зачем все это? Почему бы просто не отпустить всех желающих на поверхность? Все-таки вы наивная душа, мисс Даск. Полковник улыбнулся. Впрочем, в столь юном возрасте это позволительно. Я ведь тоже когда-то был таким идеалистом. Великий анклав Пегасов — это закрытое военное государство, которое облюдет свои границы, свои секреты и свою власть. А кому нужна власть, которая не в силах удержать собственный народ? Я вспомнила нашу смотрительницу, которая на каждом важном собрании особо отмечала, насколько наша стоила безопасно по отношению к враждебной, отравленной, мертвой поверхности, и все стало на свои места. Все равно это ужасно. Увы, мисс Даск — это обычная политика. С этим бесполезно бороться, это надо принять как данность. В мире много неприятных нам вещей, среди которых надо находить положительные моменты. И какой положительный момент у вашего минного поля? Вы считаете, что это хорошая идея отрезать Пегасов от поверхности, а поверхность от Солнца? А вы предлагаете нам просто спуститься с неба на Землю и начать новую жизнь? Полковник немного повысил голос. Как будто ничего не было, как будто Эквестрия не заражена радиацией, как будто народ внизу не потерял само понятие о государстве. Но да, насколько я могу судить, у вас остались знания и сохранились некоторые довоенные технологии. При помощи своих конвертопланов и обычных солдат вы сможете зачистить бандитские гнезда, поддержать честных пони. Вы сможете сделать очень многое, если того захотите. Полковник помолчал, подбирая слова. Сенат считает, что население Анклава слишком мало. Пусть вам не пускает пыль в глаза вычурное название и видимое обилие техники. Это все наследие военных времен. Но двигатели изнашиваются, металл стареет. Мы не можем ремонтировать свою технику до бесконечности. Вы сами видели, как каденция выглядит вблизи. И так везде. Анклав не обладает ресурсами, чтобы что-либо производить. Мы можем лишь латать дыры и перезаряжать энергетические ячейки. Вот представьте себе, что у вас есть редкая винтовка и несколько десятков патронов, которых нигде не найти. Полезете ли вы с такой винтовкой в драку, если не будете уверены в тотальной победе? Если мы спустимся на землю, то просто растворимся, как тонкий слой масла на воде. И нас сомнут в военизированной группировке. Вы знакомы только с северным регионом, а он недостаточно репрезентативен. Ничто? Не репрезентативен. Он не отражает реальной картины происходящего. Если здесь все более-менее спокойно, то на юге уже сейчас отдельные дикие банды собираются в маленькие армии. И уже через несколько лет они создадут некие подобия протогосударств. Фракции, воинственно настроенные силы. Появление сильного лидера – лишь вопрос времени. И сейчас Анклав ищет любые средства, чтобы получить неоспоримое преимущество в вопросе, чье копыто тяжелее. Тогда я ничего не понимаю, полковник. Вот вы говорите, что у Анклава нет ресурсов, но при этом он закрывает свои границы от поверхности земли. В чем здесь логика? Мисс Даск, благодетель фермера в том, чтобы прилежно возделывать землю. Вы не находите? Я кивнула, хоть и не поняла, к чему это было сказано. Благодетель шкалера прилежно учиться, а благодетель кузнеца прилежно ковать. Благодетель же офицера прилежно исполнять приказы, а не обсуждать с иноземцами мотивацию командования. Я полковник, я даже не генерал. А ведь генералами управляет Сенат. Вот их и спрашивайте про политику. Пощадите седую голову старого вояки. Эйсбрехер улыбнулся, но в его улыбке я прочитала железное нежелание продолжать этот разговор. А я... А я не думала, что в занавесе столько всего. Снизу мне казалось, что это просто толстый слой облаков. Совершенно не в попад бросила я. Однако полковник с видимым удовольствием ухватился за новую тему. Облачный занавес — это сложное инженерное сооружение. Я смотрю, вам очень приглянулись наши гиперболоидные башни-пилоны. Сколько мы тут с вами стоим, столько вы их разглядываете. Бьюсь об заклад. Вы думаете, что это какое-нибудь чудо-оружие? Или излучатели, подавляющие волю местного населения? Полковник горько усмехнулся. Нет, что вы, — возразила я, но это прозвучало довольно неубедительно. Искосо поглядев на меня, полковник продолжил. А между тем это всего лишь модули, отвечающие за целостность структуры облачной поверхности. Металлический каркас башни принимает на себя электрические разряды, которые неизбежно возникают при движении облаков. А самая гиперболоидная форма позволяет выдерживать сильные ветровые нагрузки. А вот там, в верхнем и нижнем основаниях пилона, находятся конденсирующие установки для сбора влаги прямо из воздуха. Это настоящие погодные фабрики в миниатюре. Они не только превращают влагу в облака, но и создают турбулентность, благодаря которой облака не расплываются в разные стороны. Вы же не думали, что пегасы соединяют облака собственными копытами, словно жевательную резинку? Ну, вообще-то я думал о сахарной вате. Знаете, полковник, я была единственным пегасом в своем стойле. Больше ни одного не было. Меня даже родители воспитывали как земную пони с отросками крыльев за спиной. И, конечно, на стойле не было никаких облаков. Я видел их лишь на картинках. Там, в ущелье, я впервые ощутила, каково это — дотронуться до облака собственным копытом. Скажите, это же правда, что нормальные пегасы могут ходить по облакам так же уверенно, как по земле? Целый ворох эмоций пробежал по лицу полковника. Разумеется. Ведь я спрашиваю о таких элементарных вещах. Не совсем так. Дело в том, что облачная материя подчиняется воле пегаса. И в зависимости от его желания она может стать плотной и упругой, а может превратиться в мягкий пух или бесплотный пар. Это наш дар с начала времен. Вам может показаться странным, но жеребята пегасов умеют ходить по облакам практически с рождения. И я вздохнула. Мне нечего было на это ответить. На какое-то мгновение мне вдруг показалось, что у меня украли детство. Наверное, для вас я ущербная, полковник. Но что это за пегас, который не умеет ни летать, ни ходить по облакам? Да я и пегасов-то в жизни не видела еще неделю назад. Вовсе нет. На вашем месте должна была оказаться Эмеральд Грин. Странная штука. Судьба. Вы выросли одна среди совершенно непохожих на вас пони, у которых был свой уклад и, полагаю, свои предрассудки. И все же сердце ваше преисполнено любви к жизни. Эмеральд Грин выросла среди себя подобных, но в ее сердце, из льда, живет лишь ненависть и презрение ко всем окружающим. И я встрепенулась. Эмеральд Грин выросла среди пегасов? Ну, во всяком случае, она так всем сказала, когда в первый раз пересекла границу нашего государства. Получается, стойло 148 существует на самом деле? Сказал я скорее себе. Вот уж чего не знаю, того не знаю. Отозвался полковник. Я не интересовался проектами стойлтек настолько глубоко. Мне известно лишь то, что во время Великой войны для пегасов действительно создавались стойла по отдельным проектам. И со стойлами общей серии они не имели ничего общего, кроме своей задачи. Сохранение популяции? Полковник усмехнулся. Я думаю, вам лучше самой все узнать. Если ты знаешь врага и знаешь себя, тебе нет нужды бояться сражений. Если ты знаешь себя, но не знаешь врага, при каждой победе ты понесешь поражение. Если ты не знаешь ни врага, ни себя, проиграешь каждый бой. Полковник явно кого-то цитировал. Я же стояла и хлопала глазами, пытаясь понять смысл сказанного. Командор Харрикейн. Искусство войны. Если вы хотите одержать верх над Амиральд Грин, то вам надо найти корни зла. Но перед этим вам предстоит разобраться в себе. Осознать, в чем ваша сила перед ней. Каденция вошла в верхний слой облаков, и где-то в ее недрах вновь прозвучал сигнал корабельной сирены. Эйсбрехер задрал голову и смотрел вверх. Туда, где в густой пелене колыхалась темная полотнище флага. Он словно хотел прочитать там ответ на какой-то свой вопрос. Хм, вы знаете. А ведь раньше я работал в ее кабинете на самом верхнем этаже. Оттуда открывается шикарный вид на восход. Теперь мне все реже удается найти время полюбоваться на мир вокруг. Наверное, я старею. Мне постоянно кажется, что в мире что-то скоро сильно изменится. Хотелось бы дожить до этого времени. Впрочем, о чем это я? Смотрите, какое сегодня чистое небо! Продолжение следует...